всем добрый день я рада приветствовать вас в моем новом видео на рождество нас приглашали на вечеринку было много семейных пар мы распределили кто что приготовит и мне досталось задание приготовить закуски почти все новогодние праздники и застолья позади но я очень надеюсь что в новом 2023 году и у вас в семье и у нас будут застолья праздничные вкусные столы поэтому с удовольствием делюсь вариантами интересных красивых очень вкусных закусочек у меня будет четыре вида закусок и я сразу приготовила для всех закусок все ингредиенты это очень удобно собрать все ингредиенты на столешнице и заниматься уже сборкой закусок а не бегать сто раз к холодильнику хлебницы и вообще наворачивать километры по всей кухне для сегодняшних закусок мне понадобится два сорта рыбки это у меня малосоленый кижуч и скумбрия также малосоленые два вида кунжута белый и черный лук и чеснок бекон отварная свекла пикантный маринованный перчик это маринованные осьминожки покупала у нас на рынке на центральном на развес творожный сыр свежие помидоры авокадо лимон здесь у меня два сорта вкусного мяска по-моему это какая-то ветчина и хамон ну и хлебные основы на которых будут формироваться закуски 4 закуски 4 разных хлебных основы во-первых это такие хлебные палочки называются глиссини продаются во многих магазинах присмотритесь затем черный хлеб бородинский батон и слоеное тесто из которых я приготовлю валаваны еще мне пригодятся два размера вырубок для того чтобы вырезать из теста части для валаванов подавать закуски я буду на крутящемся подносе это поднос икея он большого диаметра и у меня поместится здесь много закусок на большую компанию в качестве подложки которые у меня послужит и небольшим таким декором и в то же время защитит от закусок сам поднос от окрашивания или какого-то загрязнения беру кусок бумаги для выпечки соразмерные с этим подносом сминаю его хорошенько затем разворачиваю немного отрываю хаотично углы ну чтобы как-то придать более округлую форму этой подложке все и распределяю на подносе теперь у меня все подготовлено и начинаю собирать закуски первым делом хочу сейчас сформировать валаваны и поставить их выпекаться в духовку мне понадобится тесто слоеное можно дрожжевое у меня сегодня без дрожжевое немного его раскатываю и вырезаю с помощью вырубок две части для сборки валаванов это кружочки и колечки желтку добавляю немножечко молока буквально столовую ложку хорошенько перемешиваю смазываю кружочки и сверху выкладываю колечки колечки также сверху немного смазываю яйцом с молоком чтобы они красиво подрумянились дно моих будущих валаванов я протыкиваю вилочкой чтобы она ну поменьше поднималась духовке и ставлю запекаться в духовку при температуре 180 градусов на 15-20 минут смотрите по состоянию как только они подрумянились поднялись значит готово чтобы не терять время я пока займусь сборкой другого вида закуски для нее мне понадобится рыбка малосоленая у меня кижуч глиссини хлебные творожный сыр и кунжут двух цветов желательно там как у вас есть и как вы хотите сделать рыбку нарезаю тонкими длинными ломтиками но настолько насколько это возможно кижуч и достаточно такая рыхлая рыба поэтому не было сложновато если у вас будет всем галифорель намного легче собрать эту закуску с более широкого края рыбку смазываю творожным сыром и накручиваю рыбку на хлебную палочку рулетиком таким образом чтобы рыбка оказалась на части хлебной палочки а вторая ее часть выступала таким образом ее и брать удобно и выглядит она оригинально теперь сверху закуску обсыпаю кунжутом я делаю в разные вариации только белым только черным и смешанным первая закуска готова я ее уже выставила на поднос на котором будут подавать для второго варианта закусок мне понадобится нарезной батон ну либо сами нарежьте его хамон мясо вяленое у меня по-моему какая-то ветчина возьмите мясные изделия которые вам нравятся пикантный маринованный перчик он острый но в меру я его зачистила от сердцевины вот семечек всех и от кожуры и еще понадобятся помидорчики черри хлебная основа для этой закуски будет у меня из батона я вырубкой вырезаю кружочки как раз очень удобно у меня получается мало отходов и отправляю их в духовку немного подсушиться смотрите по своей духовке и по тому какой результат вы хотите получить я отправляла на 180 градусов примерно минут на 10 когда начала монтировать увидела что ракурс совсем неудачный и плохо видно как я формирую верхнюю часть закуски но я объясню на словах вам будет понятно и также видно уже в готовом виде как должно это выглядеть я беру два кусочка любых мясных изделий в моем случае хамон и кружочек ветчины внутрь выкладываю перчик и сворачиваю каким-то красивым на мой взгляд образом ветчину ну чтобы получилось что-то вроде розочки цветочка закалываю шпажкой и на краешек одеваю помидорчик черри основа из батона подсушилась я все эти кружочки смазываю творожным сыром и затем под углом смотрите как вам понравится вставляю шпажку в ас хлебную основу так как батон подсушен поверьте что все очень прочное надежно держится смотрится симпатично второй вид закуски готов и он уже на сервировочном подносе вторая закуска с перчиком очень вкусная и разлетелась на ура она пикантная в меру остренькая дорогие мои зрители как вы себя чувствуете после длительных новогодних застолий я честно признаюсь не очень конечно грешила перееданием приемом пищи практически в ночное время чувствую что прибавил в весе и вообще зимой у меня легко прибавляются килограммы что не до более плотная движение все равно меньше чем летом на дворе уже середина января не успеешь оглянуться как нужно снимать пуховики то что пуховиках мы все стройные с вами для меня очень сложно начать вот этот весь процесс соблюдать питание водный баланс и конечно же начать заниматься потому что без движения без спорта ну сложно привести тело в форму в декабре прошлого года я познакомилась с онлайн платформой fit stars и очень очень рада этому потому что заставить себя ездить в фитнес-зал но это практически невозможно а так я с помощью этой платформы занимаюсь дома спортом выбираю сама себе программу и занимаюсь в то время когда у меня есть свободная минутка на сайте огромное количество программ и тренировок например я для себя в декабре выбрала на программу йога для начинающих там 10 тренировок и какое же прекрасное у меня самочувствие на целый день после занятия мышцы растянуты тело не сковано весь организм в тонусе также на сайте есть раздел правильное питание здесь рекомендации по приему завтраков обедов и ужинов тоже можно что-то подсмотреть для себя я призываю всех моих зрителей уже сейчас задуматься о том как мы хотим выглядеть весной по моему промо коду лиски дом безлимит навсегда на fit stars сейчас стоит 6 990 безлимит навсегда это значит заплатить один раз и пользоваться услугами сайта всегда в любое удобное для вас время я буду течение года сама заставлять себя заниматься и вам напоминать об этом для третьей закуски мне понадобится репчатый лук и желательно не сильно острый у меня синий черный бородинский хлеб малосоленая скумбрия отварная свекла творожный сыр и яйцо скумбрию нарезаю на кусочки такие которые мне будут удобны для формирования данной закуски хлебушек я уже приготовила срезала все корочки с четырех сторон и разрезала каждый кусочек на четыре части теперь приготовлю очень вкусный красивый мусс который будет также используется данной закуски я отварную свеклу натерла на терке отжала лишний сок теперь мне нужно его пюрировать с помощью погружного блендера затем добавляю туда немного творожного сыра также все перемешиваю пюрирую и одно отварное яйцо добавляю немного соли перца если хотите добавить еще какие-то специи которые посчитают тем уместными в данной закуски можно добавить кориандр он тоже очень хорошо сочетается с малосоленой рыбой мусс перекладываю в кондитерский мешок с насадкой все остальное я уже подготовила на хлебушек выложила кружочек репчатого лука сверху на один край закуски на один край хлебушка кусочек рыбки и теперь с другого края рядом с рыбкой выдавливаю красивой формы мусс эта закуска уже очень красивая но явно не хватает зеленого цвета поэтому добавляю малюсенькие веточки свежего укропа третья закуска готова и она уже в плотных рядах с другими закусками на подносе на котором буду их подавать и последняя закуска где у нас в основе валаваны которые мы в самом начале видео приготовили и отправили в духовку они уже готовы остыли и можно формировать закуску мне понадобится авокадо творожный сыр лимон осьминожки укроп и хлопья перца чили для пикантности я зачищаю авокадо от кожицы и косточки добавляю к нему творожный сыр и пюрирую с помощью погружного блендера после пюрирования добавляю немного вот тех самых хлопьев перца чили если вы хотите добавьте какой-то каинский перец либо просто черный молотый но здесь явно не хватает какой-то остринки перчинки также мне здесь понадобятся малюсенькие дольки лимона отрезаю один кружочек и нарезаю их на много маленьких треугольничков валаваны из слоеного теста заполняю муссом на шпажку надеваю осьминожка и вставляю эту шпажку в основу валаван с муссом также сбоку выкладываю малюсенький кусочек лимона и получается вот такая красота это очень необычно смотрится на столе на нашем праздничном столе эти эта закуска привлекла большое внимание и детей и взрослых и это очень вкусно все закуски готовы посмотрите как красиво ярко празднично выглядит мой раздаточный закусочный поднос я очень надеюсь что в какие-то ближайшие праздники которые будут вашей семье вы воспользуетесь моими рецептами этих закусок и они точно привлекут внимание ваших гостей помимо того что это очень привлекательно красиво необычно это и очень вкусно и вообще я обожаю закуски на праздничных столах по любому поводу приглашаю вас подписаться на мой телеграм ссылочку оставлю под видео в описании там много всего интересного каждый день ну а на сегодня я прощаюсь с вами всем пока и скоро увидимся